Своих выпускников на минувших выходных принимала средняя школа посёлка Муховец. За десятилетия функционирования образования здесь получила не одна тысяча человек. Вечер встречи – прекрасная возможность приехать в родные пенаты, место, которое нередко называют вторым домом. Я сюда прихожу нечасто, ну так у меня получается, но всегда помню. У меня такая хорошая, замечательная плеяда учителей была, что их просто невозможно забыть. И когда приходишь сюда, немножко и робеешь, и в то же время восторг и радость такая. На душе светло, приятно. Конечно, скучаю по школе, скучаю по людям, с которыми тут провела многое время, по учителям. Я очень ценю свою школу, она много мне подарила, очень много меня научила. В числе участников встречи – Александр Иванников. В 2017-м его класс отмечает 50-летие с момента выпуска. К слову, это был первый выпуск в средней Муховецкой школе. Александр Александрович внес свой посильный вклад и в строительство самого здания. Старшеклассников привлекли к работам по благоустройству. Сегодня он полушутя говорит о том, что именно этот период определил всю дальнейшую жизнь. Александр Александрович получил техническое образование, впоследствии руководил не одной стройкой. Когда заканчивали строительство, я, Дима Азарчук, уже нет его, Валера Романовский, нас трое, взяли в бригаду на подсобниках. А потом мы стали штукатурами и штукатурили эту школу. И сразу пришли сюда учиться. Строительство и продукты – это главная специализация каждого человека. Человек живет, кушает и строится. Значит, двигается, а движение, как говорили, это жизнь. К слову, золотой юбилей не так давно отметила и сама средняя школа. Ее история, как, кстати, и поселка с названием Муховец, началась в конце 60-х годов 20 века. До этого населенный пункт именовался Романовские хутора и имел в своем активе лишь начальную школу. Сегодня в учебном заведении постигают азы наук без малого 400 человек. Образовательный процесс обеспечивает более 70. И все они гордо именуют себя одной большой семьей. Это и есть семья, и ребята, и педагоги, и ученики. Мы живем все одной семьей, и это, я думаю, не может не радовать. Как в любой школе есть, чем кем гордиться. То, что касается процент поступления, у нас это на уровне 30-40% ежегодных выпускников поступают в высшее учебное заведение. Но есть среди них люди, которые достигли немалых успехов. Полвека для учебного заведения возраст и солидный, и совсем еще юный одновременно. Причина тому – специфика работы. Здесь постоянно кипит жизнь. Каждый новый учебный год здание наполняется новыми голосами, идеями и красками. Это новая жизнь, стоящая на прочном полувековом фундаменте. И в этой новой жизни есть место и серьезным научным формулам, законам и правилам, и спортивным победам, и творческим достижениям. Одним словом, всему тому, что определяет и формирует успешного ученика, представителя подрастающего поколения, а значит и наше будущее. Учиться очень легко, потому что хорошие учителя объем дают и в правильной форме. Кроме школы я занимаюсь ориентированием 7 лет. Много очень соревнований достигнутых. У меня есть разряды несколько. Мы были в разных городах Беларуси. В моей школе уже полвека. Она все это время развивалась, шла к вершине, давала знания людям. Я видел на вечере встречи этих людей. Они пользуются своими знаниями и очень благодарны школе. Мне бы хотелось сохранять традиции школы, помочь ей развиваться, пожелать всем, кто в ней учится сейчас и будет учиться после меня, не забывать ее и помнить, что школа – это второй дом, в который всегда можно вернуться.